Всем привет! Добро пожаловать на наш семейный канал Дела Огородное ТВ. Сегодня будет рубрика «Полезные советы» и проведу ее я. Меня зовут Юля, если кто не знает. Я расскажу вам о некоторых мелочах, о которых многие забывают, выбрасывают, считают это ненужным. В то же время, вот эти вот мелочи могут помочь сберечь ваш семейный бюджет. Все вы знаете, что все у нас складывается из мелочей. Поэтому хочу акцентировать еще раз ваше внимание на этом. Итак, давайте начнем, наверное, именно с огорода. Лук. Многие выбрасывают луковую шелуху, когда чистят луковицу для приготовления блюд. Я советую вам собирать эту луковую шелуху. Впереди у нас праздник, всеми нами любимый, праздник Светлой Пасхи. И, конечно же, шелухой лук очень здорово покрасить яйца. Они получатся от желтого до темно-коричневого оттенка. Все это варьируется временем варки и количеством, конечно же, луковой шелухи. Опять же, луковая шелуха является отличным удобрением для растений. Как на улице, на огороде, но если у вас нет огорода, тогда можно и дома удобрять растения отваром луковой шелухи. И также, если опрыскать концентрированным раствором луковой шелухи растения, то многие вредители погибают. Это факт, мы это используем, поэтому рекомендую. Совет номер один. Луковая шелуха. Совет номер два. Не выбрасывайте скорлупу от яиц. Тоже отличное удобрение. Если у вас нет огорода, нет дачи, наверняка у вас растут домашние растения. И яичная скорлупа в этом вам тоже очень хорошо поможет. Растения будут лучше расти, цветы будут обильнее цвести. Это тоже проверено на собственном опыте. Я в свое время разводила, у меня была огромная коллекция сэнполи у замварских фиалок. И я не использовала никаких минеральных удобрений. Вот эти вот милые скорлупки от яиц мне в этом помогали. Как я использовала? Скорлупу, наверное, от пяти яиц я измельчала, опускала на дно банки полуторалитровые и заливала обычной водой. Накрывала крышкой и оставляла в темном месте где-то на двое-трое суток. После этого получалась такая жидкость с характерным яичным запахом. Запах сероводорода, тухлых яиц. Но это отличное удобрение для растений. Проверено, работает на все сто. Потом я просто один к одному с обычной водой разводила вот эту жидкость и поливала растения. На самом деле цветение было супер обильное. Для огорода можно тоже измельчить. Это будет как бы дополнительный источник органических удобрений. Просто в теплице рассыпаете эту мелкую измельченную скорлупу. Точно так же можно в бочке заквасить большое количество яиц и поливать растения. И для тех, кто разводит курочек, опять же, источник кальция дополнительный. Цыплят, курочек тоже подкармливают скорлупками. Это был совет номер два. Следующее, о чем хотелось бы поговорить, это цедра цитрусовых, шкурки. Апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты. Давайте начнем, наверное, опять же, с дел садовых и огородных. В ближайшее время на нашем канале выйдет видео. Мы покажем подробно, как сделать отличный компост, отличный перегной грунт своими руками для цитрусовых, для домашних растений. То есть не нужно будет покупать ту почву, которая продается в магазине. Стоит она сейчас достаточно дорого, но никто не знает, что там на самом деле находится. Написано, что там перегной, который пропущен через червей. Но на самом деле никто за это не может поручиться. В основном это торф. Торф, который, в принципе, не обладает никакими питательными свойствами. Вот из этих вот кожурок можно сделать отличный, отличный перегной. И всего лишь за два месяца. Не думайте, что для приготовления этого грунта, компоста, вам потребуется наличие компостной ямы, компостной кучи на каком-то садовом участке. Все это можно приготовить и в домашних условиях. Объем ведра больше и не нужно. То есть, мне кажется, больше вы и не наберете, и не съедите. А вот в ведре, в том же самом 10-литровом, все это можно приготовить. Мы так и делаем. И в отдельном видео научим вас, как это сделать. Что же касается использования шкурок от цитрусовых кулинарий, то тут хозяюшкам я тоже могу дать совет. Очень простой, наверное. Прежде чем очистить вот таким вот образом цитрусовые апельсины, лимоны, мандарины, с помощью вот такого ножика, ну обычная такая продольная картофельечистка, снимите тоненький слой без белого и высушите. Потом все это можно измельчить в кофемолке. И отличный будет порошок цедра, сушеная, для приготовления всевозможных кулинарных изделий. Отлично. И в пироги, и в печенье, и в какие-то пирожные добавлять. Очень и очень вкусно. Оттенок цитрусовых придает дополнительную изюминку блюду. Кстати, на своем канале «Красоте и домашнем уюте» я показывала, как я заготавливаю цитрус в цитрусовых. Поэтому ссылочку под видео я оставлю обязательно. Третий совет. Не выбрасывайте шкурки от цитрусовых. Они вам еще пригодятся. Наступил посевной сезон, и не за горами то время, когда мы начнем пикировать наше растение. Поэтому нужно будет либо покупать какие-то горшочки, либо что-то придумывать. Я вам советую, кстати, уже не первый год мы советуем с моим папой на нашем канале, использовать пакеты из-под молока. Различные баночки из-под сметаны, из-под кефира, ряженки. Они бывают разных размеров. Но вот, наверное, самые оптимальные все-таки литровые пакеты. Вот обычный пакет. Как всегда, здесь есть дырочка. Можно предварительно промыть этот пакет. Можно уже срезать верхушку, как вот здесь. И после этого его помыть, чтобы здесь не было никакой плесени, никакого грибка. Чтобы пакет был чистым. И дальше просто-напросто мы складываем их в целлофановые пакеты. Вот видите, они замечательно вставляются друг в друга. Не занимают много места при хранении. И держим их, заготавливаем именно для пикировки томатов высокорослых. Также перцы мы пикируем. Но обычно для перцев используем какие-то емкости поменьше. Баночки из-под сметанки, граммов 200, йогуртовые стаканчики. Так что тоже все это не выбрасывайте. Сэкономит вам денежку. И, соответственно, пригодится в сезон рассады. Четвертый совет. Это использование подручной тары. Не выбрасывайте. Она вам обязательно пригодится. Пятый совет, который хочу вам дать. Это также использование тары, но на сей раз из-под тортов. Вот такие вот пластиковые коробки, они бывают разных размеров. Причем не только из-под тортов. Всевозможные пирожные, печенье сейчас в супермаркетах продают вот в таких вот пластиковых коробках. Оставляйте их, не выбрасывайте. Они вам еще пригодятся. Вот из такой коробки замечательно можно сделать тепличку. Вот таким вот образом мы ее переворачиваем. И вот сюда, если вы не используете торфоперегнойные таблетки, можно засыпать землю, посадить семена и вот крышкой прикрыть. У вас получится отличная теплица. Не нужно будет покупать. А если вы используете торфоперегнойные таблетки, точно так же, как и я, в них очень здорово выращивать рассаду, то эта тепличка тоже вам пригодится. Очень удобно. Сюда составляете торфоперегнойные таблетки, заливаете их водой, они набухают. После этого вы сажаете растения. Опять же, прикрыли крышкой, поставили на подоконник. И здесь рассада может очень долгое время расти, и ей будет комфортно. Покажу вам на примере вот такой вот коробочки. Здесь у меня посеяна клубника. Вот они, торфоперегнойные таблетки. Очень удобно. Можно открывать крышку, все это дело вентилировать. И опять же, при закрытой крышке, там свой микроклимат для прорастания семян. Я использую этот способ уже не первый год. Очень довольна и всем рекомендую. Также хочу заметить, что продаются специальные вот такие вот теплички, контейнеры под торфоперегнойные таблетки. И они стоят определенных денег. При таком способе мы ничего не тратим, а эффект получаем точно такой же. Отличная тепличка для выращивания рассады. Рекомендую. Ну и последнее, что хотела бы показать вам в этом видео, это, конечно же, не относится к саду и огороду. Но, тем не менее, канал Дела Огородной ТВ смотрит большое количество женщин. Поэтому хочу заострить внимание вот на такой вещи. Это кофе в капсулах. Для тех, кто имеет кофемашину, неважно капсульную, или засыпается туда обычный молотый кофе, не выбрасывайте. Не выбрасывайте спитый кофе, этот порошок собирайте. Вот эти капсулки я разрезаю, высыпаю вот этот вот порошок, высушиваю его. И использую для дальнейшего приготовления скраба для тела. Это скраб для тела из кофе, отличный просто, помогает обновить кожу, сделать ее мягкой и нежной, как у младенца. У меня уже был рецепт приготовления этого скраба, волшебного скраба, на моем канале о красоте и домашнем уюте. Ссылочку я тоже на него оставлю под этим видео. Вот такие советы сегодня я хотела вам дать. Надеюсь, что помогла вам в чем-то, какие-то идеи подкинула. Может быть, много из этого вы знали, но забыли. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться на наш канал, делиться нашими роликами в социальных сетях. Пока-пока, до встречи на нашем семейном канале Дела Огородное ТВ. Обязательно увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok